Игнат Тихонович, мир вам. С миром. Игнат Тихонович, удобно? Да. Вам меня слышно? Отлично слышно. Вот видишь, это сейчас Вячеслав что-то сам сделал. Игнат Тихонович, вопрос такой. Сейчас увидел в этом, Николай скинул священник в Северодонецке. Там война идет, он просит о помощи, квартиру, чтобы снять на года полтора-два, чтобы пустили его. Я вот подумал, может снять ему жилье у себя здесь или у вас, где удобно будет? Ну а он-то сам-то будет делать? Вот у меня есть здесь несколько домиков свободные, которые за мной числятся. Они могли бы зиму-то проживать. Ну надо, чтобы не зимы, а лето они находились здесь. Себя огородик посадят. Здесь он хотел храм, храм свой есть. Люди верующие, вы обо мне там все расскажите, а потеряете-то. И предложите сюда, скажи, тут ты далеко от войны будешь, отдохнешь. И школа есть, скажи, все учителя верующие. Запомни, что я говорю. Все, понял. Ну вот, ну только надо закатавливать все, чтобы были у него деньги. Купить тут надо, что уголь. Сам себя, чтобы обеспечивал. А продукты я ему могу дать. Муки, разные там вермишели, растительного масла. То есть еще у меня есть это и соли. Все, понял, Игнат Тихонович. А сейчас тогда буду звонить супругу. Да, да, поговорить. А я тут тогда с батюшкой поговорю. Как бы то ни было, тут, ну тоже деревня. Тут главное, он весной-то посадит все. У него все свое. Володя сейчас каждый день арбузы на стол катает. Свои арбузы. Помидоры свои. Арбузы сладкие, помидоры удивительные. И картошка, морковка, чеснок, лук, горох. Все есть свое. Так что скажи, скажи, можешь остаться, навсегда можешь остаться далеко от войны. Нас очень хорошо знают и отношения на счастье хорошие. Ну и пускай посмотрят. Ролики наши про Потеряевку. Все, доброго. И сразу его по скайпу... И тогда как созвонюсь, вам отпишу Игнать Тихоновичу. Да, отпишу, только говорить. Мне некогда писать. А ему скажите, что он по скайпу вышел на меня. Игнатий 10. Или Игнатий Лапкин по-русски. Так что скажи, скажи, ни один монастырь в России никто ему не даст то, что здесь дадут. Здесь, скажи, по самой высокой шкале люди живут. Ни одного нету непогруженного. Врагов хватает. Велика на награду от врагов. То есть мы благодарны Богу. Господь нам допускает все это пережить. Меня даже спецназ брал. Это игрушка, что ли? Как они ворвались ко мне. Двое меня. А еще 7 часов утра нет. Они меня как пушинку вот так вот орванули и на улицу. Я говорю, хоть оботься-то дайте. А дальше вышел. И им сказали брать. Один живу 83 года. Искалеченный весь. И они 12 человек там на 6 что ли машинах приехали. А спецназ из Барнаула 150 километров они молотили. Но думаю, я приеду когда в Барнаул 10 октября. Я найду кто они. И мы поставим фильм такой, как они меня брали. Россия. Одним словом. Так вчера мне все вернули. Так главное, даже в КГБ было. Когда берут, они пленки там стирают. Я все проверил. И главное, архив мой. Ничего не тронуто. Я так благодарен Богу. Знакомился вчера с главой администрации района. Мужик понравился. Серьезный такой. А я ему стал представлять. Он говорит, да что представлять. Я и так про вас все знаю. До того удивительно. Как-то недавно собирались там епископы. Епископы, священцы собирались. И брат был, отец Аким. И он был главой администрации. Но ему кто-то говорит. Или ему и вообще так говорят. А вот есть еще поселок Потеряевка. Вот отец Аким. Так у них брат есть. Иначе они меня там по-хорошему при том. И он все слышал. Но я им подарки приготовил всем. Новый завет, трехтомник и крестное православие. Ну давай этого священника. Пока его нигде не забрали. Скажи, это дело серьезное. Учителя все верующие. Ты скажи, понимаешь, нет. Этого нигде не найдешь. Настоящие православные. Не игрушечные. А тем более на Украине. Если он на Украине был. Там самое смрадное во всем мире православие. Настолько оно развращенное. Вся зараза оттуда идет. И поэтому вещь Божия на него опускается. Мы смотрим на президента, как на помазанника. Господь. Все понял, Игнатий Тихонович. Я тогда сейчас наберу ему. Давай. На работу приеду. Я дома сейчас. Прямо выведи его. Покажи скайп Игнатий Лапкин. По-русски. И сразу меня найдешь, скажи. Попроси, друзья. Все. Все. С Богом, Игнатий Тихонович. С Богом. Я еще сейчас вам скину материал, чтобы он... Боже, Игнатий 10. Игнатий Тихонович.